К моменту военного вторжения в Украину, Европейский Союз был одним из крупнейших торговых партнеров России. Но война вызвала ответные меры со стороны Европы и привела к тому, что Россия стала страной, на которую на данный момент в мире наложено больше всего санкций. Цель санкций проста – ограничить финансовые возможности страны-агрессора для ведения боевых действий, принудив Россию остановить войну. Но быстро обрубить все торговые связи оказалось не так легко. И сейчас, спустя год после начала вторжения, ЕС все еще покупает товары из России. Самая популярная из этого списка продукция производится российскими предприятиями, которые не только тесно связаны с государством, но и являются главными загрязнителями окружающей среды. Давайте разберемся в том, что происходит с торговлей прямо сейчас, пока Россия продолжает обстреливать Украину, причиняя непоправимый вред окружающей среде. С началом войны объем экспорта из России в ЕС за 11 месяцев прошлого года упал на 51%. Но при более подробном рассмотрении структуры импорта становится понятно, что значительную часть товаров санкции не затронули, и страны Евросоюза продолжают покупать их. Среди прочих, медь, алюминий, никель, серебро и металлы из платиновой группы, продукция химической отрасли, неорганические оксиды, драгоценные и полудрагоценные камни. В дополнение к этому, в течение 2022 года продолжился импорт следующих ресурсов. Нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля, стали и продукции из нее, удобрений. Правда, стоит добавить, что сегодня на эту продукцию уже наложены отдельные ограничения. По объему, как в денежном, так и в натуральном выражении, большая часть импорта – это нефть и газ. Следом идут удобрения и металлы – никель, медь и алюминий. Важно понимать, что потенциал для сокращения импорта еще есть. У европейских политиков есть возможность повлиять на ситуацию еще больше. ЕС продолжает быть одним из основных импортеров ископаемого топлива российского происхождения. За год войны и старание снизить импорт российских углеводородов, странам Евросоюза удалось полностью отказаться только от угля. На импорт цветных металлов из России в ЕС пока не было наложено никаких ограничений. В 2021 году Евросоюз импортировал 150 тысяч тонн никеля. В военный год примерно столько же. Но несмотря на отсутствие официальных санкций, некоторые европейские компании начали самостоятельно отказываться от продукции норильского никеля, монополиста на рынке добычи и производства никеля и палладия в России. Кроме этого, глава компании Владимир Потанин находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании. Также санкции не были наложены ни на импорт драгоценных камней, ни на российскую государственную компанию «Алроса», занимающуюся их добычей. По данным Евростата, в прошлом году ЕС закупил российских алмазов на сумму в 1,4 млрд евро. Импорт алюминия и продукции из него из России в ЕС в 2022 году по сравнению с предыдущим увеличился на 14%, достигнув 2,8 млрд евро. Монополист по производству алюминия в России компания «Русал» не попала под санкции ЕС, хотя ее основатель и глава Олег Дерипаско находятся в санкционных списках США и Великобритании. По сравнению с предыдущим годом, импорт меди из России в ЕС в 2022 тоже не снизился и составил 2,8 млрд евро. Ни одна из трех крупнейших российских компаний, производящих медь, норникель, уральская горно-металлургическая компания и русская медная компания, не находятся под санкциями ЕС. Помимо того, что продолжение импорта продукции из России – это косвенная финансовая поддержка военной агрессии в Украине, это также и серьезный вклад в загрязнение окружающей среды, который распространяется за пределы государственных границ и способствует глобальному изменению климата. Если посмотреть перечень промышленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к первой, самой высокой категории опасности, то значительную часть из них составляют предприятия, производящие продукцию, которую импортирует ЕС. Попавшие в этот список предприятия суммарно вносят вклад в выбросы загрязняющих веществ в России в 60 и более процентов. Загрязнение окружающей среды не знает границ, поэтому загрязнители, попавшие в воздух или воду на территории России, мигрируют в соседние страны. По данным Росприроднадзора, Россия загрязняет воду, которая попадает в Норвегию, Финляндию, Эстонию, Литву и Польшу, Республику Беларусь, Украину, Азербайджан, Казахстан, Монголию и Китай. Российские компании, как попавшие под прямые санкции, так и те, которым пока этого удалось избежать, испытывают затруднения со сбытом своей продукции, логистикой и привлечением заемного капитала на международных финансовых рынках. Это означает, что программы по модернизации производства с целью снизить выбросы и сбросы замедлятся или прекратятся. Санкции – это один из способов остановить войну. И в долгосрочной перспективе он может быть эффективным. Нельзя покупать грязную продукцию у тех, кто угрожает нашему миру ядерным уничтожением.